Матч с Уотфордом обнажил все проблемы Челси, из-за которых команда со скрипом вкатилась в 2018 год. По слухам, Антонио Конте находится на грани увольнения. Гол-24 в подробностях рассказывает о происходящей внутри клуба ситуации, которая прямым образом влияет на результаты команды. Уотфорд разнес Челси В матче с Уотфордом, когда Тьему Абакайко получил идиотскую вторую желтую карточку, когда Трой Динни реализовал пенальти и выставил средние пальцы при праздновании гола, когда из Кейхела и Давида Луиза делали клоунов и закидывали четыре мяча в ворота Куртуа, становилось абсолютно очевидно — у Челси большие проблемы в игре. В прошлом туре команда была разгромлена таким же середняком Борнмутом, а в календарном году синие набрали пять очков в пяти матчах, так что можно начинать говорить о системном кризисе. И дело тут не только в проблемах на поле, хотя начать стоит именно с них. Преодолеть системный кризис крайне сложно, а финансовый — еще сложнее, и чтобы он обошел вас стороной, не обязательно быть Абрамовичем. Можно просто выигрывать с 1xbet — надежным букмекером с большой историей и тысячами довольных клиентов. Ссылка в описании. На успех Уотфорда повлияли как тренерские решения бывшего тренера Рубина Хави Грассии, так и странные ходы Антонио Конте. Челси проиграл шмелям по всем показателям — по созданным моментам, XG — обострениям, а главное — по голам. И проблемы у Челси во всех линиях, кроме вратарской. Проблемы в обороне Давид Луис в последнее время удобно обосновался на скамейке Стэнфорд-Бридж. Прошлым вечером стало ясно, что дело не в личных обидах Конте. Луис был призван заменить в центре блока с тремя центральными защитниками Андреса Кристенсена, который неожиданно сам для себя стал лидером обороны. Получилось не лучшим образом. Луис мало того, что не мог довести мяч до линии атаки фирменными лангболами, так еще и забыл про прямые обязанности. Динни, Ришер Лиссон и в особенности вернувшийся в Англию из Барселоны Деу Лафеу долго и с особым пристрастием издевались над обороной Челси. Сам Давид возвращался в оборону пешком, пока Кейхилл неуклюже крутился, пытаясь сделать хоть что-то. Очевидно, что сам Гарри так и не стал лидером на поле. Если в раздевалке он хоть как-то исполняет функции Джона Терри, то на поле молчит и чаще теряется сам, чем помогает собраться партнером. Отсюда вытекает очередная проблема команды. Где лидер? Его у Челси просто нет. Куртуа представляет новую вратарскую школу, отошедшую от лекал Оливера Кана. И Де Хеа, и Мануэль Нойер, и Ян Облак предпочитают тихо делать свою работу, чем пугать защитников. Про Кейхилла мы уже сказали. Луис обосновался на скамейке запасных, а Спиликуэто и Канте тоже предпочитают молчать. Азар слишком увлечен финтами, и пока ему нужно просто кланяться в ноги, что он спасает для Челси хоть какие-то очки. В итоге у Челси на поле нет человека, который при необходимости сможет придать партнерам необходимый импульс. Завести и подбодрить. Бакаяко не тянет уровень и топит команду. Главный трансферный вопрос к Челси от болельщиков. Зачем нужно было продавать неманью Матича? Серб даже в худшей своей форме был шестеренкой, сцепляющей оборону с атакой. В его отсутствии ртутный Канте покрывает огромное пространство, но даже его двух сердец не хватает, чтобы нивелировать все косяки, которые допускает Тимуа Бакаяко. Новый опорник из Монако за семь месяцев так и не подстроился под игровую модель Челси. Ни вник в английский футбол, и даже несмотря на внушительные антропометрические данные, со стороны смотрится ребенком, впервые играющим в команде со взрослыми мужиками. Как итог, атакующая линия синих отрезана от защиты и вынуждена цепляться за мячи исключительно после подключения латералей. Скудость игры — логическое последствие всего этого. Выходом из ситуации мог бы стать Сеск Фабригас, но гениальный распасовщик в нем опять заснул. Испанец слишком много обрезается, и нельзя быть уверенным, что после попадания мяча к нему в ноги момент будет создан у чужих ворот, а не у своих. Добавьте сюда проблемы с реализацией у Альвара Мараты. Провал Батшуаи в АПЛ, травмы Виллиана, спад Мозиса. И увидите, что Челси сейчас по кадрам совсем не тот, что был в прошлом сезоне. Попытка наиграть Азара на позиции центрального нападающего и придать легковесности атаки — идея интересная, но провалившаяся. Челси Конте, как и его Ювентус, привык играть с габаритным форвардом на острие, который держит линию офсайда и позволяет развернуться мобильной атакующей тройке под ним. Показательно, что с выходом Жеру Челси начал создавать хоть какие-то моменты. Кстати, о Жеру. Абрамович не общается с Конте Антонио Конте после поражения от Уотфорда недоумевал. Давление? Какое давление? Что такое давление? Я работаю каждый день, выкладываюсь на 120%. Если этого достаточно, то все хорошо. Если нет, то клуб должен принять другое решение. А вот еще одна цитата, сказанная им в начале сезона. Я должен быть честен. Я хотел бы, чтобы клуб выступил по поводу меня с заявлением, сказал, что доверяет мне. Но я знаю, что такого никогда не было ранее, потому особенно на это не надеюсь. Но вместе с тем я был бы рад услышать слова поддержки от руководства. Вывод напрашивается сам собой. У Антонио нет прямого контакта с владельцем и советом директоров. Ни личных бесед с Абрамовичем, ни согласованные трансферные политики, опирающиеся именно на его мнение. Переход Оливье Жеру из той же оперы. Это не прямое усиление, ни подписание суперзвезды, ни инвестиция в победу в Лиге чемпионов. В последний сезон Конте работает с ограниченным ресурсом. Если клуб приобретает новичка, это лишь замена ушедшему исполнителю. Марата вместо Косты. Бакаяко вместо Матича. Жеру вместо Батшуаи и так далее. При всем уважении к талантам Баркли и Эмерсона, это не усиление под Лигу чемпионов. И Конте на это косвенно намекает, наигрывая Азара на позиции девятки. В ноябре клуб покинул технический директор Майкл Эминала, последнее связующее звено между русским руководством и тренерским штабом. Теперь трансферная политика целиком в руках Марины Грановской, «Железные леди» со Стэнфорд-Бридж и директора клуба, напрямую работающий с Абрамовичем уже много лет. Это приближенное и доверенное лицо российского бизнесмена, который отвечает в клубе за все. И если Конте не сумел с ней сработаться, это в первую очередь его проблемы. Про импульсивность руководства Челси знают все. В этом клубе и самых именитых тренеров меняют как перчатки. Но в этом случае Конте, вероятнее всего, дадут доработать до конца сезона. А летом уже разорвут контракт и выплатят привычные отступные, если команда вдруг не возьмет Лигу чемпионов. Уже ходят слухи, что Челси заплатит Наполе 8 миллионов евро за разрыв соглашения с Маурицио Сари. Абрамович, по слухам, очень впечатлен методами работы главного курильщика мирового футбола и хочет видеть его на Стэнфорд-Бридж. В любом случае, сейчас у Конте есть лишь один способ удержаться на посту главного тренера Челси – сбалансировать состав при имеющихся ресурсах. Другой вопрос – заинтересован ли он вообще в том, чтобы продолжить карьеру в Англии? В прошлом видео мы спросили вас. В апреле 2017 года, после забитого мяча Шальке, Абамиянг надел маску Человека-паука и впоследствии получил штраф и жесткий выговор от руководства Боруссии. В чем было дело? Ответ – на маске была эмблема Nike, в то время как Боруссия выступала в комплекте форм от Puma. А теперь вопрос. В январе между Антонио Конте и Жозе Мауринью произошла перепалка в прессе. Конте назвал Мауринью человеком-фальшивкой. Что ответил Жозе? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok